Всем привет! Летом AMD прекратила поддержку на уровне драйвера множества десктопных и мобильных видеокарт, а также процессоров со встроенной графикой. Поэтому для очередного выпуска ретро-железа мы смахнули пыль с легендарной, не побоимся этого слова, Radeon HD 7970 GHz Edition и прогнали её в актуальных играх. На случай, ребят, если вы пропустили, этим летом компания AMD перевела ряд продуктов в категорию Legacy с выходом драйвера Radeon Software Adrenaline 21.6.1. Он уже не включает их поддержку. Последней финальной версией для них стала 21.5.2. Это означает, что возможны проблемы с запуском новых игр на данных видеокартах, и никто эти проблемы уже решать не будет. С другой стороны, список переведенных в категорию Legacy продуктов очень обширный, многие из них есть на БУ рынке и в магазинах в категории восстановленных. Собственно, в текущей тяжелой ситуации на рынке видеокарт многие задумываются о чем-то не таком дорогом с Алиэкспресс. Обратите внимание на подборочку интересных предложений в описании видео, вдруг там вас ждет именно ваша будущая видеокарта. Переходя по ссылкам и покупая все, что душе угодно, вы поддержите канал. Нас же в данном случае интересует серия Radeon HD 7000 в целом и модель HD 7970 в частности. Задумайтесь только, ее представили в конце 2011 года и запустили в продажу в начале 2012. В основе находится связка графического процессора Tahiti XT с 28-нанометровой архитектурой GCN первого поколения и 3 ГБ памяти GDDR5 с эффективной частотой 5,5 ГГц и 384-битной шиной. На те времена это было прям избыточно и лишь со временем геймеры по достоинству оценили заботу инженеров. В составе GPU есть 2048 потоковых процессоров с тактовой частотой 925 МГц. Позже, в 2012 году, вышла версия Radeon HD 7970 ГГц Эдишн с той же конфигурацией графического процессора и памяти, но повышенными тактовыми частотами. 1000-1050 МГц для GPU и 6 ГГц для памяти. Именно эталонные ее варианты находятся у нас на тесте. HD 7970 ГГц Эдишн, как и обычная 7970, поддерживает API DirectX 12, но только на уровне функций 11.1, что может создавать проблему в актуальных играх под полноценный DirectX 12. Также видеокарта получилась горячей и шумноватой с эталонным турбинным кулером. В одиночных играх она прогревалась до 76 градусов, а в других температура доходила до 83. Быренько пробежимся по конфигурации стенда и сразу переходим к тестам. 16-поточного Ryzen 7 3800 XT с головой хватит для подобной системы, чтобы не упираться в процессор. За его охлаждение мы не волновались благодаря трехсекционной водянке NZXT Kraken X73. Основой же выступила материнская плата ASUS TUF B450 Pro Gaming с хорошими функциональными возможностями. Оперативная память представлена 16-гиговым комплектом DDR4-3600 Corsair Vengeance RGB Pro. Операционку, игровые клиенты и некоторые игры записали на терабайтный M.2 SSD Kingston NV1. Остальные игры вместились на 2-терабайтный Kingston KC2500. С видеокартой рекомендовали использовать 700-ваттный блок, но нам запасом хватило платинового Seasonic Focus PX650. Удобным гнездышком для всех железок на время тестов стал корпус Lian Li U11 Dynamic. В него добавили три вертушки Lian Li Unifun SL120 для улучшения температурного режима. Изображение выводили на монитор AOC U2790 PQU, а сами геймплеи записаны внешней системой CyberMedia LiveGamer 4K, то есть без потери производительности. Полный конфиг есть в описании и в прикрепленном комменте. Напомним, что в 2019 году мы уже тестировали Radeon HD 7970 GHz Edition. Тогда она чувствовала себя неплохо. Но за два года ряд игр серьезно обновился и вышли новые проекты, в том числе требовательные блокбастеры. И вот сможет ли она теперь подарить комфортный геймплей во всех случаях? Начнем с более простых игр в Full HD. Genshin Impact запустили при очень низком пресете. В настройках лишь перевели частоту кадров с 30 до 60. Хотя на качестве самого геймплея это не отразилось. Иногда ощущается легкая желейность, особенно в тяжелых схватках. В остальном играть можно. ARK Survival Evolved при среднем пресете не глючит так сильно как раньше, оптимизацию в игру все же завезли. Но сама видеокарта справляется с трудом. Подфризы видны невооруженным глазом, а средняя скорость стремится к 40 фпс. При желании можно пожертвовать качеством графики, перейти к низкому пресету и поднять скоростные показатели в два раза. Поклонники Valheim смогут поиграть в него при низких настройках. Видеоряд достаточно плавный, хотя иногда бывают подфризы. И конечно же картинка бедная на детали, а некоторые объекты подгружаются по мере движения камеры. Но есть еще один нюанс, кроме всего, о нем мы расскажем уже в конце теста. А вот Rust порадовало. Сначала немного повозились с настройками и остановились приблизительно на среднем уровне. Фреймрейт поднимается до 50 кадров в секунду. В густой растительности проскакивают просадки до 40. Если для вас это критично, то есть приличный запас для снижения параметров. И еще момент, в системе должно быть более 12 гигабайт свободной оперативки. Рейнбоу Сикс Иж на этой видеокарте мы тестировали 2 года назад. За это время игра сильно обновилась. Хотя по-прежнему операции комфортно проходятся с высоким пресетом и стопроцентным масштабированием. На выходе получаем более 90 фпс с отзывчивым управлением. Командный шутер Rogue Company порадовал самыми высокими показателями среди всех протестированных игр. Более сотни фпс в среднем и выше 60 кадров в секунду по статистике очень редких событий. И ребятки, это все при максимальном качестве графики. Видео памяти нужно 2,5 гигабайта. Спасибо инженерам AMD за 3 гиговый видеобуфер. Escape from Tarkov при низком пресете выдает около 60 фпс. В густой растительности проскакивают статтеры. Но в целом полет нормальный и к управлению претензий нет. Этой игре уже маловато 3 гигабайт видеопамяти. Готовьтесь отдать ей еще 11 из оперативки. Fortnite лучше запускать в DirectX 11. Средний пресет поднимает кадровую частоту выше 80 фпс. От статтеров никуда не деться. Похоже они обязательный атрибут игры. Но знаете, выигрывать дуэли с менее скилловыми игроками они не мешали. Ну а с более умелыми у нас все равно не было бы шансов. В DirectX 12 переходить не советуем. Средняя скорость и статистика редких событий просаживаются более чем на 20%. Но самое неприятное это инпут лак во всем. Двери открываются не сразу, оружие стреляет с задержкой и персонаж уклоняется не мгновенно. Такой геймплей нам не нужен. После последних обновлений в PUBG можно поиграть и с высокими настройками. Правда комфортнее это делать конечно при средних параметрах с ультра текстурами. В таком случае кадровая частота поднимается за 60 фпс. Управление радует отзывчивостью и статтеров на горизонте не было. Apex Legends со средне-высокими настройками бегается неплохо. Хотя и после нескольких боев под фризы полностью не исчезают. Они могут помешать удачному выстрелу или защитному маневру, если появятся не вовремя. Так что при игре на результат лучше настройки снизить, чтобы увереннее себя чувствовать в бою. Теряющая популярность Outriders на движке Unreal Engine 4 бодренько играется при низком пресете. Тут главная проблема это периодические микрофрезы в видеоряде. Поначалу они проскакивают чаще, потом реже. Но полностью от них избавиться нельзя. Ну а в остальном все хорошо. В не слишком требовательную SpacePunks можно поиграть и на высоких настройках. К игровому процессу претензий нет. Средняя скорость находится на уровне 60 фпс. Управление не глючит и даже памяти хватает с запасом. Похожая в геймплейном плане, но более требовательная ZSend на высоких настройках глючит. Более того, даже при средних пришлось снизить качество теней. Но от подфризов полностью так и не избавились. Но если не будете заострять на них внимание, то сможете даже получить удовольствие от игры. Кстати, в DirectX 12 нам она показалась чуточку приятнее, чем в DirectX 11. Хотя в других локациях все конечно может быть иначе. Wasteland 3, как пример игры с пошаговой боевкой, приятно проходить при среднем пресете. На выходе получили стабильные 50 фпс. В теории фрезы и инпут лак вам не помеха. Хотя на практике мы их даже не встретили. The Rift Breaker с интересным сочетанием жанров пока находится на стадии альфа-тестирования. Оно отлично себя чувствует при высоких настройках. Средняя скорость поднимается выше 70 фпс. Анимация не тормозит и заминок в управлении нет. Но если поднять качество теней еще выше, то фреймрейт падает до 40 кадров в секунду. И геймплей теряет былую легкость. Resident Evil Village с пресетом приоритет производительность. В настройках предупреждает о нехватке видеопамяти. Есть 3 гигабайта, а нужно около 4. К счастью, штрафных санкций мы не ощутили. Средняя скорость поднимается выше 50 кадров в секунду. Статоров не было, как и жалейности в управлении. Days Gone – последняя игра из тестового набора, в которую более-менее комфортно бегать в Full HD. При низком пресете она выдает порядка 50 кадров в секунду в среднем. Правда, без подтормаживаний не обходится. Особенно, когда Дикон наматывает зомби на колеса своей лошадки. The Medium представляет категорию уже тяжелых квестов. В ней необходимо опуститься до 720p и вручную выставить минимальные настройки, чтобы в среднем получить порядка 40 фпс. Хотя разброс очень большой, местами фрамрейт падает и до 20. Да, попадать прям в пиксель тут не нужно, но все равно играть не очень приятно. В Red Dead Redemption 2 вам не только придется упасть до разрешения 720p, но и понизить все настройки до низкого уровня, чтобы с ветерком и без подлагиваний проехаться по городу. Средняя скорость превышает 40 фпс. Можно попробовать поднять какие-то настройки, но у нас времени на эксперименты не было. Зато по просьбе трудящихся проехались по городу ночью с тем же качеством изображения. Дискомфортно было лишь главному герою из-за проливного дождя с ветром. А вот мы никаких проблем не ощутили. Наоборот, скоростные показатели даже поднялись на 2-3 фпс. В Godfall при низком пресете достигаем дна, как нам показалось на первый взгляд. Не, ну сами судите, в геймплее все плохо прям. Ужасная картинка, инпут, лаг в управлении, да еще и постоянные фрезы. Терять нечего, решили активировать технологию ФСР в надежде на более качественный геймплей. Ну и тут она наглядно показала, что первый запуск был не таким уж плохим. Картинка стала еще хуже, размытой, вырвиглазной, а инпут, лаг только усилился. В общем, такой геймплей можно пожелать только врагам. Видимо, поэтому официально этой картой технология и не поддерживается. Хотите помочь хакерской группе DeadSec вырвать Лондон и Великобританию из рук Большого Брата? Тогда в Watch Dogs Legion придется опуститься в разрешение 900p и вручную выставить низкие настройки. На выходе получаем около 40 фпс с небольшими подфризами. Оперативки нужно под десяточку гигабайт. Киберпанк 2077 в Full HD дается очень тяжело. Минимальный играбельный уровень получаем в разрешении 900p при низком пресете. Хотя, если вы привыкли проходить игры при 35 фпс в среднем, то особого дискомфорта не заметите. Кроме того, есть еще вариант с переходом в 720p, но прирост будет минимальным. 6 фпс по средней скорости и 1 по остальной статистике. Хотя, опять-таки, многое зависит от локации. В целом, помучиться можно. Кроме того, с запуском некоторых игр возникли проблемы. Например, Doom Eternal не понравилась текущая версия драйвера. Она потребовала обновления до версии 21.6.2, которая уже не предназначена для HD 7970. После этого игра запускается, да, но с артефактами изображения. И вылетает в любой момент, иногда на самом интересном месте. Dirt 5 вообще не нашла совместимой видеокарты в системе. Сказывается ограниченная поддержка DirectX 12. Та же проблема вылезла при запуске Assassin's Creed Valhalla. В свою очередь, Valheim принудительно снижала частоту развертки до 29 Гц. Хотя в меню мы выставляли 60. Почти 10 лет видеокарта Radeon HD 7970 находится на рынке. Версия GHz Edition уже отметила 9 юбилей. Сами понимаете, это очень почтенный возраст для этого сегмента. Поэтому отказ AMD от дальнейшей их поддержки вполне логичен. Эта легендарная видеокарта пока еще справляется с менее требовательными играми. Ее точно хватит для танков, доты, контры и прочих сетевых проектов. Хиты прошлых лет и стратегии ей также по зубам. А вот с новыми блокбастерами придется падать до разрешения 720p или 900p и вручную скручивать настройки, чтобы избежать слайдшоу. Тем не менее, познакомиться с такими играми, как Cyberpunk, RDR2 или Watch Dogs Legion вполне реально. При этом стоит помнить, что некоторые тяжелые проекты на DirectX 12 не запускаются. Некоторые игры уже сейчас стартуют с артефактами и вылетают в любой момент. При этом, вы же понимаете, без дальнейшей поддержки драйверами таких проектов будет все больше. Поэтому линейка GPU Tahiti в составе серии HD 7900 и R9 280 находится на закате своей истории. Но она по-прежнему поможет пережить вам тяжелые времена. Как говорится, пресс-ф, а лучше напишите комментарий в поддержку Легенды. И отдельное вам спасибо за лайки, подписку и другую активность. Всего вам хорошего и до новых встреч!